Мы поехали в мечеть Хазаря Султан. Да, вот. Это вообще неподготовленное. У меня есть шапка и еще шапка. У нее нет за собой платка. Я специально заказала заранее платок. Правда, он пришел какой-то полупрозрачный. На картинке он был просто черный и на нем была роза вышита. Но почему-то он пришел просто прозрачный, такой, типа как Ситит. Не знаю, знаете, все-таки Ситит. Ну, короче, как шторка, но черный цветом. Вот. Поэтому я вообще снимаю. Когда я снимаю, не видно здесь, идут цифры или нет. Так, все. Откройте весь секрет. Да, мы завтракали. Что-то мы не завтрак, ничего не сняли. Здесь был такой завтрак, можно сказать, светский стол. Все накладывали, что хотели. Даже не всем хватило. Опять надо шапки взять. Ну, сегодня нулевая температура, по крайней мере с утра, была. И максимум, что сегодня обещают, это минус два. Ветер, как обычно, конечно, прекрасный, удивительный. Все, как мы с вами и планировали. Я выложила первую часть влога, и то ее еле смонтировала. Вчера мы легли где-то примерно около часа ночи. И, собственно, врубейшн. Врубейшн видео у нас не было уже. Мы не присутствовали в этом мире целую ночь. И проснулись только по будильнику. Все. Наш автобус. Мы побежали пока. Думаете, вовремя ли мы отъезжаем? Четыре минуты, опять никого нет. Можно открывать где будет. Идем. Как обычно, поздавшие. Сейчас даже заснимайте лица. Все видели их позор. Вообще ничего не меняется. Извините, копается как этот. Практически успели. Это был мужчина, представляете? И приступают к строительству. Каких-то объектов здесь направо. Погода сегодня опять такая же снежная. И поэтому все окно заляпано. Особо даже не видно ничего. Тут прикольные ритундочки. Рассказывают нам про перенос столицы. По какой причине перенесли. И что все были против. В парламенте, в правительстве. В пятницу вечером дружно садились на самолет. И улетали в свою любимую Алматы. Высажены деревья. Великолепная рекреационная зона. Люди здесь с удовольствием отдыхают. В любое время года, конечно же. Зимой больше так много. Мы же самому ручьем не видно. В свободное от работы время. Все-таки, наверное, летом. На берегу ручья Гулак, который, кстати, попадает в Ишим. То есть мы идем в сторону, куда он течет, да, в сторону Ишима. На берегу этого ручья стоит главный корпус. Это был педагогический институт и инженерно-строительный. И вот в 96-м году их объединили, ну, под одну крышу, как бы. И потом начинает. Карагандинское управление лагерей находилось в стиле долинга. Под Карагандой. Там вот он и работал, кажется, в заключении. Смотрим в левые окна. Мы видим главный корпус Евразийского национального университета. Ну, вот сменили название. С кириллицы на латиницу. И почему-то имя Гумилева ушло. Не могу выяснить пока. Сейчас обратила внимание. С правой стороны также корпуса университета. Но только эта часть когда-то была педагогистом как раз. Памятник пожарным с правой стороны. Посмотрите. Тем людям, которые помогают попавшему в беду с огнем. Вот прямо целая тема. Даже на пьедестал поставили машину пожарную. Ну, и здесь, в этой части города, стоит самая большая синагога Казахстана. Обратите внимание, в левые окна. Она была построена в 2004 году. Кстати, все культовые учреждения города у нас открыты для посещения. То есть, если люди хотят посмотреть, то без проблем посещают. Ну, единственное, синагогу надо посещать по предварительной договоренности. То есть, предупреждать раввина о том, что хотят посмотреть. Но ничего не получилось. Потому что почва здесь была очень соленая. Но впоследствии, сняв огромный пласт соленой почвы и засыпав его водородной землей, мы получили вот то, что сейчас наблюдали, проезжая мимо этой замечательной зоны отдыха. В правые окна мы видим такие пятиэтажные дома без балконов. Это ленинградские дома, которые у нас, ну, ряд кварталов, которыми застроен. В годы Целенограда, когда только начинал строиться Целеноград, а это с 1963 года по генеральному плану, разработанному ленинградскими архитекторами, застраивался наш город, так вот, целые бригады, москвичи, ленинградцев, алматинцев, повладарцев приезжали к нам сюда и строили улицами прямо или микрорайонами. И вот таким образом начинается освоение Юго-Востока с первого микрорайона. Он назывался очень коротко и лаконично. А, как первая буква алфавита, сейчас он называется Целинный. В памяти об этом периоде нашей истории. Сороны просматривается. Когда его построили в 1099 году на Атшибе, он стоял, как одинокий тупой на плющике. Сейчас мы все говорят, какое местечко себе выбрали католики. Католики. В правой улице просматривается здание Министерства внутренних дел Республики Казахстан. А в левое вы видите площадь и мемориал, посвященный защитникам Отечества. Здесь горит вечный огонь. Мемориал был построен по инициативе. Вообще многое будет у нас по инициативе звучать первого президента. Потому что он был идейным вдохновителем переноса столицы. И многое, что делалось, было под его пристальным вниманием и руководством. Эскизы первые рисуют. Предлагают художникам сделать так и это. В общем, он себя показал разносторонним руководителем. По стройками 60-х годов, то есть здесь начинается освоение юго-восточного пространства, огромное количество зданий, возведенных уже в столичный период времени. Активно начинают осваивать еще в конце 90-х. А затем по генеральному плану, начиная с 2001 года, идет плономерная застройка юго-восточного направления правобережья. Здесь, конечно же, очень большое внимание уделяется жилому фонду. И, соответственно, мы называем эти районы спальни. Все тема национальная конкретно выдерживается. Мы видим решетки Керри Ге, стены юрты. Мы видим орнаменталистику, опять-таки, совершенно современное хай-тек здание. И в то же время глубоко национально. Дворец творчества школьников, который носит имя ученого Альфараби. Вот мы памятник ученому Альфараби видим на площадке перед зданием. Одновременно в этом дворце могут заниматься до 10 тысяч детей. Направления самые разные. Это и спортивное направление. Для спорта что там есть? Ледовое поле, легкотехнический манеж, постель, спортзал. Разные направленности спортивные залы. 400 у нас, представляете? Разница. Но он в старый театр. Она застраивалась еще в 94-й, 5-й, 6-й год. То есть тогда, когда мы еще не верили, что будет столица. Это была окраина города. Отхватила Соединенные Штаты. Еще в 2006 году Соединенные Штаты. Соединенные Штаты, как обычно, все отхватили. Даже в Казахстане. Ну, кстати, вы знаете, иногда вывешивают этот радужный флаг. А по диагонали мечеть. Так, сейчас перекресток. Мы сразу уходим на левую. Там, кстати, тоже чуть-чуть красиво. Посольство Объединенных Арабских Эмиратов. Вот в левую окна просматривается. А напротив... Смотри, какой классный. Вот это, кстати, который светился. Мы видим большой такой комплекс высотных зданий. Это Хайвил Астана. Построенный южнокорейской строительной компанией Хайвил Казахстан. По принципу умный дом. Каждая квартира здесь оформлена индивидуально. По индивидуальному проекту. То есть по заказу владельцев. Какие-то квартиры в двух уровнях. Какие-то обычные. То есть здесь метраж тоже. От обычных квартир, которые нормальные, общепринятые. До двухсот. Мы были с вами к одной из красивейших мечетей нашего города. Которая была построена в 2012 году. Туристы строительные. Опять не вспоминаем. Компания Финбул Жад. По проекту построена нашего казахстанского архитектора Сагандыка Жангулатова. Мы видим мечеть Хазрет-Фултан. Названную в честь святейшего муфтия. Средневековья Хаджа Ахмеда Ясави. Мавзолей которого находится в южно-казахстанском городе Туркестан. Мечеть мечет отравременно до 10 тысяч человек. Минареды взметнулись ввысь на 77 метров. Высота основного купола 53,5 метра. Сейчас мы с вами посмотрим внутреннее убранство мечети. Для тех из вас, кто никогда ни разу не посещал мечеть. Есть такие у нас? Есть. Хочу предупредить сразу же. Есть такая особенность при посещении наших мечетей. При входе нужно обязательно снимать обувь. Но при входе не на улице, а уже мы подойдем к основному помещению. Если вы снимаете обувь, старайтесь первую ногу правую поставить. Как бы принято так. Правой ногой переступить этот порожек, потом левую. Обувь берем в руки. И идем в гардероб. Там есть ячейки, куда вы поставите свою обувь. Запомните это место. Посмотрите мечеть. Потом мы подойдем опять, возьмем обувь и пойдем назад в автобус. Так что у нас по времени? Повышли. Вот, получается, все эти прекрасные красивые здания и сама мечеть. Успокойся. Ничего ты не будешь ставить. Это не православная церковь. Нет у них таких обучивков, как у нас. Я уже ничего не помню из этих правил. Помёртвучил Ботинки Сыровые ноги Всё Когда идёшь в чужую религию Да В какую-то чужую религию Потому что ты ничего себе не изображаешь Аж как-то начинаешь нервничить Сделаем лоток Ну он такой у меня, очень прозрачно Если ты в головном уборе У тебя нет головного убора даже Придурочного Ой Короче, да, всем большой-большой царем В общем нас не пустили Сегодня какой-то день поминовения Или что-то такое До часа, до обеда Закрыта мечеть для туристов Да, и после обеда нам сказали Приезжайте, ну так как У нас экскурсия и всё расписано Поэтому мы вряд ли приедем Мы же сюда больше Сказали, езжайте в главную Они нам сами там уже экскурсию расписали Езжайте в главную А у нас главное завтра по программе Поэтому мы в любом случае поедем в главную Но это будет завтра Так что, всё что мы успели Это пройти металлодетектор и И показать сумки Да, всё Вот, так что Ну, как бы Мы в такие вещи не лезем Как говорится, это всё-таки Как есть Религия это то, что Куда лезть не надо Да, куда лезть не нужно Тем более в чужой стране Поэтому, ну, я не расстраивалась Честно говоря В плане того, что Ника вообще не подготовилась Никакого головного убора Собой она не взяла Как обещала Я с ней вообще офигеваю Я с ней вообще офигеваю Я атеиста вообще Я сама вся с крестиками с оберегами ходит Атеиста Я ни во что не верю Но я от всего открещусь, да? Зашибись просто, девочка Кто знает Правильно Так что мы, я не знаю куда сейчас поедем Честно говоря Какой у нас дальше по пункту Потому что по времени у нас было Часов до десяти, по-моему Ну, может даже не десяти Тридцать минут Тридцать минут у нас было, по-моему Ну, сейчас больше Дольше идем, наверное, до автобуса А вот Так что Ситуация Сложилась так У нас вообще как-то все Немножко не по плану происходит Потом мы позже приезжаем А, кстати, да, мне это сказали Мы же тут Вообще Двадцать семь часов Вместо Двадцати Четырех обещанных Двадцати пяти То, что с пробками И на два часа мы опоздали Ну, то, что мы там, блин На закрытой дороге стояли два часа Ждали, когда ее откроют Ее все-таки открыли Нам повезло По крайней мере, мы заехали в Астану Это уже везение большое Могли бы мы просто Остаться где-нибудь там И обратно поехать просто Не снова на хлебом Все не ждать, когда снег закончится Ну, поэтому мы неделю могли ждать Потому что у нас посольство В разных частях города Можно встретить И на юго-востоке И на лево И на лево И в районе ручья То есть, кто где упал Ну, правильно, мы же выехали Начиналось все не просто Я вам говорила Они не хотели Начали переезжать Я помню Представитель фирмы Ой, простите Кстати, нам тут рассказали Что никогда такой проверки Не было в мечети То есть, там мы Прямо через металлодетектор проходили И охрана там была То есть, думают Что, скорее всего Приезжает какой-то Ну, высокопоставленный чиновник Или что-то такое Потому что, говорят, что Сколько не ходили Ни разу вообще Таких проверок не было И, скорее всего Ну, нам сказали После обеда можно Как-то своим ходом Нужно приехать Потому что мы Последний час Что она завершается У Ханшатыра А начинается она У нового Железнодорожного вокзала То есть, если мы сейчас Вот на улицу Выезжаем налево Посмотреть вдаль Вот в перспективе Ну, не увидишь Но темное направление Вот в это направление Тянется Живой комплекс Миллениум С левой стороны Такие коронованные Особы стоят Здания С такими коронами На головах А вот этой Необычной формы Здания Темно-синего цвета Напоминает огромное Копыто коня Коня Здесь расположен Дворец творчества Шапыт Шапыт в переводе Означает Вдохновение Оно необходимо Для тех Кто занимается Творчеством На базе Дворца творчества Шапыт На базе Главный корпус Казахского Национального Университета Искусств Сейчас мы с вами Выезжаем На площадь Таус-Усдек Я уже говорила О том Что здесь Расположена Пирамида Или дворец Мира и Согласия Она и дала Начало Освоению Вот это класс Блин Почему плохо видно Это нужно туда Блин Сползать Красиво Очень красиво развивается Флаг Я очень хочу к тому флагу Но не знаю Не сможем ли мы туда попасть Он шикарный У нас в десяти экскурсия Но у нас очень сильно надеется Что мы там не жалимся И не пусть это раньше Хотя время В принципе Утром еще здесь Но Из-за того Что мы должны были посетить Мечеть И у нас все забылось Соответственно Видимо там по времени Больше-минус Смещение пошло Так же Ничего не чищено Так же идем по снегу Все заметено Учительный факт Несмотря на то Что вчера вечером Мы видели Как Убирали снег Но возможно Здесь снег намного больше Не знаю У нас тоже бывает Что много-много снега Вывалится Но у нас постоянно Убирают А я много где замечала Где кириллица Где латиница Легче воспринимать Я вообще По кириллице Не могу Я тоже Не могу Я не понимаю слова Вообще-то Что-то У нас мозг Что-то по-другому Потом они сейчас говорят Что их ущемляют Убира Советского Союза Да Я заметила А я всегда говорю Знаете что Я вот сюда приехала Я вернула Стоять что-то вылезла Ну да Я вот сюда Коя-какая В поле В поле В поле В поле Я поехала В Питих Отучилась Вверху Назад Мы специально Приехали сюда Это Это Я говорю Ну чё Я жить хочу здесь Буду жить Это родина моя Да Раньше же вот Распоздать написано Где-то В Венградской прописке Вот так Атакимент Ну да Сейчас уже конечно не нужно Зато этническим корейцам Легко вернуться на родину Они там любят Да Вы сядь Да Вы сядь Я сядь Ну я сядь Ну я сядь Ну я сядь Ну я сядь Сядь Не знаю Можно тут снимать или нет Но я всё как обычно Не знаю можно тут снимать или нет Ну тут Так это всё Величительно Пока вся наша компашка Вот в гардеробе Собирается Мы тут Вот кстати тоже Уверена что многие свои Даже тут не были Частично Так Кто-то у нас прийти не успел Уже в туалет убежал А есть надпись Сейчас секунду Здесь Заметила что очень много Надписей В Казахстане Прям цитатами Четыре грани нашего Дворца Равномерно обращены К четырём сторонам света В известном смысле Это сооружение Символизирует независимый Казахстан Дружеские объятия Которого раскрыт Для представителей всех наций И вероисповеданий Нарусултан Абишевич Мне кажется Просто девочек Таких подбирают Красивые Согласна Тоже тущие Тоже тущие Вот как бы Ну слаще с чем сравнивать Они худые Красивые Цары Кузы Главное Свят По Спасибо 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 Продолжение следует... По строительным советам города Астана был объявлен международный конкурс, и он завершился осенью 2004 года победой британского архитектора Роберта Нормана Хостера. На этой фотографии можете видеть самого архитектора здания и его команду под названием Хостер Эль Падрис. Она базируется в Британии. И сама пирамида была построена согласно золотому сечению Фибоначчи. Согласно этой пропорции в основании пирамиды находится квадрат со стороной 63 метра, а общая высота пирамиды также на 63 метров. Общая площадь составляет 28 тысяч квадратных метров. И одной из особенностей пирамиды является то, что его листы поднимаются не как обычно вверх или вниз, а с уклоном на 60 градусов по диагонали. Такие листы встречаются на Эпелевой башне в городе Париж, также в гостинице Люкса в городе Лас-Вегас и других сооружениях. И пирамида была построена из стальных конструкций весом 5 тысяч 100 тонн. При минус 40 градусе сталь сжимается, а при плюс 40 она расширяется, и такие резкие перепады температуры могут разрушить такую конструкцию. И архитектор, учитывая резко континентальный климат Астаны, зародил вокруг пирамиды движимые конструкции, за счет чего его площадь может меняться на 6 сантиметров в течение года. Здесь вы можете увидеть фотографии, которые были сняты во время строительства. Оно началось осенью 2005 года и завершилось в рекордный курортный срок в 13 месяцев. Строительством занялась турецкая компания «Сэмбл Иржат» и было задействовано около двух тысяч строителей, которые были предстоитами разных национальностей, то есть это казахи, русские, британцы, румынцы, болгарцы, швейцарцы, турские, узбеки и так далее. И здесь вы можете видеть фотографии в основном этажа, то есть вершины пирамиды. А сама вершина пирамиды, она покрыта плотом Казахстана, то есть солнышко посередине и голубизна вокруг него. И британский дизайнер Брайн Картнер создал 130 голубей вокруг внутренних стен пирамиды, что символизирует 130 национальности, проживающих на территории Казахстана. А сейчас, дорогие гости, вы можете в следующий раз на нашем выпуске. Дорогие гости, одна колодина, кому можно показать? Так, человек, вы можете всегда попроси, пока что мы с другой стороны зайдем, потому что, как на самом деле, не повезет. Давайте с другой колодина зайдем. Дорогие гости, покажите, пожалуйста, к resultado. Молодина, чипяток, с Federation. Там уже есть две недели. Доброе утро. Доброе утро. Дорогие гости, к вашему вниманию представлен оперный зал «Гордость дворца мира и согласия». Вместимость оперного зала составляет 1402 посадочных мест. Это партер, билетаж, два балкона и вид секции. И сам зал является многопункциональным. Здесь можно проводить различные концерты синхронической и камерной музыки, постановки оперы-балета, кинопоказы, политические собрания и другие мероприятия. И зал очень сложный сцент, срывая яму, внести муфти около 80 оркестраторов. Сейчас она отдохнет. Собственно, здесь снять это солнышко прекрасное. Потому что его с того места не видно. Никуська. Никуська. Пойдем. 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 Как нам рассказали, каждый этаж в разном цвете, потому что вознесемся вверх. Дорогие гости, сейчас мы с вами находимся на третьем этаже. Перед вами расположен зал Атриум. Зал Атриум является самым большим по площади в пирамиде. Его общая площадь составляет дверь. К сожалению, почему-то видео не берет голубей. Их не видно просто. У меня просто такой свет. Пойду иду поближе, пока все загадывают желание. Может быть, я увижу его. Жалко, что отсвечивает. Из-за этого не видно, что там голуби в окне. Не во всех, конечно, окнах. Вот, кстати, более-менее видно стало. Но все равно не так ярко. Ну-ка, если подсветку включить. Ну, вот это не помогает. Загадала желание, поэтому она счастлива. Как бы сбылось. Что-то там такое загадала. Меня же запугает. Как обычно. Как обычно. Мы все ждем загадания желаний. Ты будешь загадывать или сфоткать, пока ты расскажешь? Я сама себя сниму. У меня влог. Загадала. Только не говори свое желание. А вы не сбудете. У них одно совместное желание на двоих. У меня было слишком длинное желание. Я не умею формулировать желание, поэтому оно было очень длинным. Я думала, ты там целую кучу загадываешь. Да. Оно было не одно. Сразу говорю. Сразу не одно. Я понимаю, что много загадываете, но у меня ничего не сбудется. Хотя бы одно, чтобы сбылось. Ты находишься в Казахстане, в центре мира. Где у них еще какие-нибудь, может, есть, как в Питере? Куча же мест, где можно загадать желания. Кстати, те желания, которые загадывали в Питере, до сих пор не сбылось. Поэтому такое себе. Вот что она слишком тупая, чтобы сдать экзамены. Поэтому она считает, что ее желание сбылось в Питере. Дорогие гости, сейчас мы с вами находимся в детку в зале Музея мира и Казахстана. Сам Музей мира и Казахстана был открыт в 2015 году. Мы не садили в первом музее до Казахстана, но в самом деле, еще чем Азарбаево. И это первый музей Казахстана, в центре которого является пропаганда глобальной толерантности и миротворческих людей. Сам мир Бекал данного музея посвящен отховерить народу Казахстана. Это особо Казахстан, в котором в Северном году защитился в 1995 году. Его главная цель для этого защита фрагнации и кальпийские, которые есть в Казахстане. Василий Сениталов, уносчивый детской Казахстана, оригинал Казахстана, которого находят в городе Туркестра, Маталей Кушан, Бетель, Савы. Оригинал Казахстана, в первом виде Азарбаевском мире, еще в 14 веке, и в своем месте. Также с вами рассказал из этих трех частей, в том числе и за мной. То есть эти три центра оказывают нам оборудование кандидатского народа. То есть первый цех, он посвящен в периметные имена, когда на территории Казахстана проживали в культурстве и рейхамокольских имена. Докладно было, что в данном виде именно кандидатского степи было вредно именование кандидатского кандидатского и сформировалось кандидатский народ, который являлся в окопности или сентябрячей и рейхамокольских времен. Здесь вы можете видеть фотографии со времен путевки, также территорию казахского кандидатского и с правой стороны идет чешире, то есть это условное казахов, написанное на арабском языке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не отстаем. Нас ведут в следующий зал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Какое скучное собрание сегодня. Сижу на пресс-конференции, решая мировые вопросы, судьба. Я как представлю, что нам пускаться, а спускаться обратно мне уже не посетило. Вот этот лифт, к сожалению, работает только для президента. То есть президента можно не бояться. Для того, чтобы не бояться высоты, нужно быть президентом Казахстана. Как я буду спускаться? Я не вообще маниплерусь. Для меня это стресс. Короче, подумала. Мне придется, наверное, после посещения данного места сходить в туалет, потому что от страха можно тут не только... Ладно, мы спускаемся. Не хочу спускаться. Можно мне на лифте на президентском спуститься? Все ржут надо мной. Я боюсь высоты, я не знаю, как спускаться обратно. На спине несите меня. Я сюда еле залезла. Я сюда еле залезла. Я такая лошара, что-то застряла в министерском кресле, где здесь должен был сидеть какой-то. Надо будет посмотреть, какие-нибудь видеозаписи, наверное, есть, кто сидел на этом месте. Господи. Короче, я не хочу спускаться, я боюсь. И вообще, пожалуйста, возьмите кто-нибудь меня на ручки и спустите. Спасибо большое. Ай, мне страшно. Все. Я не знаю, я не хочу держаться, я не смотрю, я не хочу смотреть вниз. Нет, спасибо. Спасибо. Ай, просто это я сейчас запутаюсь в платье и упаду. Я не думаю, ты смотри на камеру. На какую камеру? На какую камеру? Это есть камера? О, господи. Не страшно. А можно еще шире туда? Пролет? У меня еще юбка запутывается в ногах. Это вообще еще там джу-джу-джу-джу по лесенкам задам. Ну, мне страшно поднимается. Спускаться нет. Кто уже бежит к земле? Бежит к земле? Лететь меньше. Тебя это успокаивает, да? Вот президентский лифт, в который меня не пустили благополучно. Хотя я не спрашивала, конечно. Сказали, что нельзя. Смелые люди еще фотографируются. Подождем их. Очень смелые люди ничего не боятся. А мы идем вместе с Улукойсом. Все. Спускаемся. Ну, симпатичненько. Если не знать, что находимся на высоте 7000 км над землей. Шучу, конечно. Прыжок с парашютом. Я полежу на самолете. На самолете там ведь не открытые вот такие вот эти пространства. Я, как все те, кто летают на самолете, сперва накидаюсь. Буду дебошировать в самолете. Меня высадят. Все. Вся моя поездка закончится на этом. У меня лоб вспотел даже от усилия. Где здесь туалет? Все, я пошла в туалет. Туалет на первом. Угу. А, нет в туалет? Не знаю. Может быть, туда не пускают. Ну, по экскурсии же ходят. Нет, наверное. Только на первом, наверное. Там, где нужно. Сюда, для президента. Вот, как раз его лифт спускается, он туда в туалет ходит. Сюда выбирает либо женский, либо мужской. У него есть выбор. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.